всем привет добро пожаловать в мою оранжерею сегодня речь пойдет о такой прекрасном растении как мурая вот моя красавица она уже цветет у меня ну давно уже цветет просто я ее давно не снимала и вот решила снять они видео у меня есть уже правда они видео как я ее пересаживала если кому интересно можете зайти и посмотреть моей мурайи два года она выращенная из семени я и делала обрезку два раза я просто хотела чтобы она была пушистая но она все равно как бы вот у меня такая растет но мне нравится у нее просто посмотрите у нее все она просто шапкой вот у нее столько цветов и такой аромат вообще просто обалденный конечно мурайя относится к семейству лутовы также как и относится к этому семейству еще и цитруса и сегодня поговорим об уходе за этим растениям какая нужна почва как ухаживаю за ней размножение ну и удобрения и поговорим о самом растении что у нас из себя представляет а вот мурайю выращивать гораздо проще чем цитруса то есть ей не нужно делать прививки она очень хорошо размножается семенами правда из семян она зацветает на второй год и черенкуется она очень хорошо и она еще имеет очень вкусные ягоды причем они очень полезны и при каких заболеваниях она полезна для сердечно-сосудистая система она очень помогает при повышенном давлении при диабете она снижает сахар в крови даже стоит пожевать листик или ягод покушать и сразу снижается сахар в крови также она полезна и здоровым людям если допустим усталость в конце рабочего дня пришли и чувствуете прям недомогание можно просто пожевать ее прекрасную ягоду и вы сразу почувствуете прибавку сил ну а теперь перейдем к уходу за этим прекрасным растением что она любит во первых мурая любит очень светлые места и причем она допускает что на нее падало солнце если допустим солнца хватать не будет она свести может и не зацвести и будет такая как бы вытягиваться сильно ну вот солнце ей нужно очень полив у нее по мере пересыхания верхнего слоя почвы то есть она не любит перелив мурая даже полезно немного грунт подсушить и это провоцирует появлению боковых побегов удобряю я ее фертика люкс ну раз 14 дней такой аромат он кстати тоже считается целебным и как бы рекомендую даже мураю держать в комнате именно для дыши дышать вот и и вот этим ароматом она выравнивает дыхание делает таким и сердцебиение тоже в общем сердцебиение и дыхание делает ровно просто релакс такой у меня две мураи одна у меня голландская вот это вот голландская она кстати у нее тоже цветоносая она у меня один цветочек уже распускался и у нее цветочек довольно таки намного крупнее чем это мурая метельчатая то это а вот из семени вот здесь тоже крупные в принципе цветочки но здесь прям цветок был огромный и и даже она имеет декоративный вид даже когда она не цветет у нее очень красивая насыщенная такая зеленая листва это вообще считается кадочное растение то есть она высоту вырастает и ширину такое прям массивное такое хорошее так что у кого еще нет такого растения я советую приобрести не пожалеете она неприхотливая но главное чтобы вот светлое было помещение и на на самое главное не заливать и все и проблемы как бы никаких с ней не будет но имейте ввиду что мурая если ставить на подоконник и зимнее время и даже холодно от окна от холодного стекла то есть она даже реагирует на это она любит тепло и земля а подходит для цитруса вообще прекрасно подходит я ее присаживала но я здесь конечно мешала у меня цитрусовая еще лесная земля уголь уголь деревесный тоже здесь есть ну подходит такая более такая рыхлая чтобы вода сильно не застаивалась просто я вот ее сегодня полила и вот у нее посмотрите какой красивый белый стволик еще она когда взрослеет короба такая вот беленькая становится мне очень нравится это растение жалко что не могу передать этот аромат чудесный просто мурая очень хорошо переносит и обрезки здесь я тоже вот эту вот обрезала как-то веточку да и вот у нее вот это сразу боковая вот это вот это появилась то есть она очень хорошо переносит обрезки и вот все-таки посмотрите какая у нее красивая листва даже она когда вот не цветет а вот у меня очень очень декоративно смотрится увидимся в следующем видео вот и и и Продолжение следует...